Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале MaxCapital. Сегодня хотелось бы поговорить, такая интересная тема, да, на просторах интернета гуляет, что доллар превратится в фантик, что Россия принимает расчеты за свои энергоресурсы, исключительно в рублях планирует принимать. Хотел бы поделиться своим собственным мнением, опять же, он, наверное, будет отличаться от большинства, но, думаю, для вас это действительно является интересной точкой зрения, которую я хочу, чтобы вы тоже для себя приняли, услышали и посмотрели на этот вопрос немножко с другой стороны. Поэтому обязательно смотрите до конца, подписывайтесь на канал, на канал в Ютубе, на канал в Телеграме, ссылочка на Телеграм-канал будет ниже. Превратится ли доллар в фантик в связи с тем, что он был обеспечен, как правило, с расчетами, что сырьевые товары производились в долларах. Доллар это такой стал гегемон, что все мировые расчеты проводились преимущественно в долларах. С другой стороны, наблюдается факт, связанный с тем, что не только Россия на самом деле об этом заявляет, но об этом Саудовская Аравия договорилась с Индией, что они будут как бы в национальных валютах расплачиваться, ведутся переговоры с Китаем. Россия, соответственно, в внешнеэкономических торговых отношениях с Китаем и Индией тоже собирается в национальных валютах производить расчеты. Конечно же, тогда возникает вопрос, что доллар превратится в фантик и что со всем этим делать. Что значит превратиться в фантик? Фантик это по сути, что он, но доллар никому не нужен, раз. Два, что покупательская способность доллара упадет, а она на самом деле и так в сто раз упала за сто лет. Тем не менее, фантик он не превратился. Доллар же занял свою гегемонию после Второй мировой войны. До Второй мировой войны такой резервной валютой был английский фунт. До английского фунта такой резервной валютой был голландский Гульден, голландская марка. До Голландии, соответственно, Испания была мировым гегемоном и, соответственно, валюта была резервной. Почему она используется? То есть, первый основной критерий связан с тем, что она должна быть стабильной. Что такое стабильность? Волатильность, да? То есть, почему опять-таки в отношении криптовалют или того же самого биткоина у меня имеются большие сомнения? Потому что волатильность, колебание внутренней стоимости валюты, она достаточно высокая. То есть, если вы человек-капиталист, который занимается организацией какого-то производства, долгосрочного, то есть вы инвестируете в новое предприятие, строите завод, берете для этого кредитные деньги, нанимаете персонал, изучаете рынок, организуете маркетинг, начинаете продажи. То есть, процесс очень длительный. И тогда у вас возникает вопрос, в какой валюте вам занимать и в какой валюте вам продавать. Вы возьмете в долг в криптовалюте, вот вы сами сейчас ответите на вопрос, если бы вы были на месте капиталиста, вы бы взяли в долг 10 биткоинов для того, чтобы потом за это рассчитаться при его волатильности. Кто-то говорит, что это будет стоить 500 долларов, тысяч, кто-то говорит, будет стоить миллион. Сейчас возьмешь в долг, когда он стоит 40 тысяч долларов, а давать будешь, когда он будет стоить 500 тысяч долларов. Вы, в принципе, пойдете на такие риски или не пойдете? Скорее всего, не пойдете. И поэтому первый критерий к валюте – это его низкая волатильность, то есть вот это движение на мировом рынке. За счет чего обеспечивается низкая волатильность? За счет силы экономики. То есть насколько она крупная, насколько она большая, насколько она диверсифицированная, насколько она маржинальная. И это второй важный критерий – сила экономики. То есть насколько у тебя развиты предпринимательские способности у людей, насколько у тебя она конкурентно способна, насколько у тебя низкие затраты, и ты получаешь высокую маржинальность. Третье – это защищенность экономики. В первую очередь, военная защищенность. Насколько у тебя сильная армия, флот, противоракетный щит, противовоздушная оборона. То есть, что ты защищен от внешних воздействий, от внешних врагов. Опять же, кто являлись гегемонами предыдущие 500 лет, если мы посмотрим. Сначала была Испания, самый мощный флот, большое количество колоний, самая сильная армия. Потом Испанию сменила Голландия. Почему? Потому что голландские корабли были более маневренные, быстрее строились, новые технологии, были предпринимательские способности, организовали фондовую биржу, появились акционерные общества, которые позволяли минимизировать риски и в складчину делать какие-то большие проекты, запускать, создать истинскую компанию. И получается, что Голландия сместила Испанию в лице мирового гегемона. Потом Голландию заменила Великобритания. Опять-таки, почему? Потому что стала конкурентоспособной, потому что они начали закупать проекты кораблей у голландских судостроителей, а строить своей рабочей силой, которая была более дешевая. Создали собственный флот, паровой двигатель, технологичное вооружение, унитарный патрон, сильная армия переподготовкой. И получается, сместила Великобритания, сместила в лице гегемона ту же самую Голландию. Когда произошла смена этого гегемона в Великобритании, после Второй мировой войны сместили Соединенные Штаты Америки. Опять же, почему? Потому что ни Первая, ни Вторая мировая войны не велись на территории Соединенных Штатов Америки, потому что, соответственно, экономика Европы была разбита, и все производственные цепочки, все станки, все оборудование. Америка пылесосила золото, выдавала кредиты в долларах, и за эти доллары потом продавала свое же собственное оборудование, которое на территории Соединенных Штатов Америки производилось. Очень сильно развитая армия и флот в Соединенных Штатах Америки, и стабильность непосредственно валюты. И здесь, когда мы говорим о том, что доллар превратится в фантиках, нужно понимать, что смена гегемона происходит, только, во-первых, оно не происходит быстро. То есть это некий такой длящийся длительный процесс. Второе. У нас существует по-прежнему валюта, там, как продолжателя евро, да, в Голландии. У нас по-прежнему существует британский фунт. Он никуда не делался, он не превратился ни в какие фантики. Но количество расчетов мировых в британских фунтах значительно уменьшилось, потому что ее сменила более сильная, более мощная экономика по объему производства, по маржинальности, по количеству компаний и даже международных корпораций, которые выходцами являются из Соединенных Штатов Америки. Потому что просто армия, военная мощь Соединенных Штатов Америки, она значительно превосходит военную мощь Англии. И когда люди мне начинают говорить, что доллар превратится в фантики, я говорю, подождите, ребят, а что со всеми вот этими вот вещами произойдет? Да, приходит новый гегемон. Если посмотреть на тот же самый Китай, технологически они очень быстро догоняют Соединенные Штаты Америки. Основное производство прибавочной стоимости сконцентрировано, опять же, в Азии, в Китае. Как Китай развивает свою военную промышленность? Если раньше они просто копировали, то сейчас у них уже собственные технологии, появляются, и размеры этой армии, и технологии, которыми эти армии владеют, стабильность экономики. Есть ли кто-то, кто посягает на территориальную целостность Китая? Китай, скорее, сам может посягнуть на чью-то территориальную целостность. И получается, что... Но сила самой экономики Китая не настолько велика, как, допустим, тех же самых Соединенных Штатов Америки. Потому что внутреннего потребителя большого нету. И вот эта экономическая мощь, которая есть в Китае, она базируется на потреблении американской экономики, американцами и европейцами. И Америку это тоже не устраивает, и поэтому здесь идет вот эта вот конфронтация. Каждый раз смена гедемона происходит через военные действия. Поэтому давайте вот закончим эту историю, некий такой экскурс в историю, связанный с тем, что происходит. И я бы не стал говорить о том, что доллар станет фантиком, что он перестанет существовать. Просто доля его по-прежнему будет уменьшаться, и в мировых расчетах доля того же самого юаня будет увеличиваться. Второй момент. А как, в принципе, валюта становится фантиком? Это осуществляется через инфляцию. Когда люди говорят, что доллар превратится в фантики, это говорит о том, что то, что я могу сегодня купить товары или услуги за 100 долларов, при инфляции 10%, через год на это понадобится 110 долларов. То есть снижается покупательская способность доллара. Мы видим эту тенденцию. И что интересно, на что я хочу акцентировать ваше внимание, то есть кто-то даже об этом говорит, но попытаться понять, а что же, в принципе, происходит не так. Ведь монетарные власти, Федеральная резервная система, ПАУЛ, они прекрасно понимают, что печатание новых долларов, увеличение денежной массы на 30-40% неизбежно приведет к инфляции. То есть когда у вас количество денежной массы увеличивается, у вас должна расти инфляция. Это понятно. Когда у вас низкие процентные ставки, это приводит к инфляции. И все фундаментальные показатели на протяжении всего 2021 года, начиная с апреля месяца 2021 года, они сигнализировали о том, что инфляция разрастает. То есть она растет, она увеличивается. Нужно понимать, что монетарные власти по какой-то причине допускают высокую инфляцию, допускают факт того, что она выйдет из-под контроля и станет еще более высокой, но меры не принимают. То есть меры недостаточны. Сейчас об этом начали говорить, но опять даже уже конкретные цифры инфляции в районе 8%, что сделали? На 0,25% пунктов повысили процентную ставку? Ребят, я вас умоляю. У вас инфляция 8%, а вы поднимаете процентную ставку на 0,25-0,5. Что это такое? Ну вы не остановите никак. Это что слону дробина? Что заявляет о том, что мы будем более агрессивно сокращать активы на балансе? Окей, но пока дальше слов, почему-то это не пошло. А инфляция продолжает расти. И тогда возникает вопрос, значит зачем-то это нужно? И здесь мы должны с вами задаться вопросом, а кому это выгодно и зачем? То есть что, какие бенефиты дает высокая инфляция? И давайте поговорим не о том, какие минусы. Минусы они всем понятны. И они нас всех беспокоят. И минусы эти выражаются в том, что люди, у которых нет активов реальных, любых причем, они становятся еще беднее. Люди, у которых есть реальные активы, которые как минимум на уровень инфляции растут, они становятся еще богаче. Раз. Ну как бы это понятный и очевидный факт. То как минимум акции Microsoft на уровень инфляции вырастут. Как минимум на уровень инфляции стоимость Microsoft Office, который перешел на абонентскую оплату, и Microsoft Windows, Office 360, которая абонентская оплата, каждый год платится, она на 10% увеличится. Валовая выручка Microsoft увеличится. И тот, кто владеет акциями Microsoft, он сохраняет покупательскую способность своих активов, вне зависимости от того, что происходит. Кому еще выгодна инфляция? Инфляция выгодна тем, кто занимает. То есть, когда вы одновременно имеете две вещи. Высокую инфляцию и низкие процентные ставки. Значительно ниже, чем уровень инфляции. Инфляция в США 8%, процентная ставка ФРС 0,5. Очень выгодно иметь кредит. То есть, когда у вас высокий уровень кредита, закредитованности, что вы в этом случае получаете? Вы переписываете ценники на свою продукцию, на уровень инфляции. То есть, вы начинаете продавать то же самое, в том же самом количестве. Но количество денег, которые вы получаете, увеличивается на уровень инфляции. То есть, если инфляция 8% в США, то количество денег у вас начинает расти номинальный ВВП. То есть, экономика на цифрах показывает рост. Количество номинальных долларов, которые вы получаете на баланс, увеличивается. И с этих долларов вы платите налог на прибыль. В бюджет Соединенных Штатов Америки. Доходы бюджета начинают увеличиваться. Но увеличиваются они не за счет качественного роста, а за счет количественного роста. Но в номинальном выражении у вас увеличилось количество поступлений налоговых, сократился дефицит бюджета. У вас есть чем обслуживать долг, а стоимость обслуживания долга невысокая. И таким образом получается, что если мы говорим о том, что долг ВВП США составляет 130%, то когда у вас высокая инфляция при низких процентных ставках, стоимость этого долга обслуживать стоит копейки, количество денег, которое вы получили, оно увеличилось. И вы, таким образом, сокращаете свой собственный долг номинальный. И он обесценивается. Если у вас инфляция 10%, накопительным итогом вы обесцениваете свой долг за 3-5 лет, не производя больше. И поэтому получается, что мы видим то, что мы видим. Грамотные люди, инвесторы, которые начинают понимать, что растущая инфляция неизбежно должна привести к тому, что должна вырасти процентная ставка. И в ожидании роста процентной ставки, то есть, значит, стоимость денег должна увеличиться, это приводит к тому, что ожидается рост доходности облигаций, то есть, облигации могут упасть в цене, значит, снижается рентабельность бизнеса, потому что деньги становятся более дорогими, меньше выплачиваются дивиденды, и на протяжении 2017 года разумные инвесторы находятся в кэше. То есть, они понимают, что инфляция разгоняется, экономика не растет, скорее всего, скорректируется, прибыли компании уменьшатся, и я сижу в кэше, я в том числе тоже сижу в кэше. Я просто жду этого момента, когда это произойдет, когда произойдет этот обвал, чтобы купить или облигации по привлекательным ценам, или акции по привлекательным ценам. Но когда у вас по-прежнему процентные ставки низкие, а инфляция начинает разгоняться, то когда вы сидите на кэше, то, про что говорил Рэй Далио, то, о чем мы сейчас начинаем в клубе, все больше и больше про это говорить, люди начинают беспокоиться. Да, я сижу в кэше в долларовом, но извини меня, у меня покупательская способность на 7-8% в год его падает. Если это дальше сохранится, долг обесценится за 5 лет, да, у меня покупательская способность на 30%, на 50-60% снизится за тот же промежуток времени. Что я начинаю в этом случае тогда делать? Я все равно начинаю покупать реальные активы, как бы дорогие они не стоили. И не просто покупать эти активы. Я уже 1,5-2-3 года сидел. Мне уже нужно компенсировать накопительный итог инфляции, который был за этот промежуток времени. Я не просто его покупаю, не просто покупаю эти активы. Так как стоимость кредита низкая, я начинаю покупать эти активы с плечом, с левериджем. Потому что, ну что там, 0,5% всего лишь. На Айби там можно получить кредит под 2% в доллар. Люди такие, такие люди, кто сидит на кэше, они начинают заходить в активы, заходить с плечом, чтобы компенсировать накопленную инфляцию и не потерять. Она пугает, она становится страшной до момента, когда приобретают некий галопирующий эффект. Тоже третий плюс. Получается, дорогие активы начинают стоить еще дороже. Потому что туда начинает лезть толпа с большими деньгами и еще с левериджем, которую потом в дальнейшем можно постричь. Ну и четвертая история в Телеграм-канале тоже про это в ближайшее время планирую рассказать. Это история Вимарской республики. После Первой мировой войны началась высокая инфляция в Германии. Просто приняла галопирующие темпы. Последствиями этой инфляции был глобальный передел промышленности, природных ресурсов, человеческих ресурсов. То есть, высокая галопирующая инфляция привела к тому, что произошло перераспределение ресурсов. Очень многие компании обанкротились и сменились права собственности. А погасили инфляцию тогда тем, что заменили рейхс-марку некой рентен-маркой, альтернативной валютой, которая конвертировалась по курсу 1 к миллиону. То есть, за одну рентен-марку давали 1 триллион, по-моему, рейхс-марк. Инфляцию погасили в течение полугода. Перераспределили капитал и здесь возник вопрос, кто являлся основным владельцем новой рентен-марки. А еще через полтора года рентен-марку снова конвертировали в новую рейхс-марку. Погасили инфляцию, перераспределили капитал, перераспределили право собственности. И когда я понимаю на самом деле вот такие вот вещи, то то, что плохая инфляция, окей, все, признали. Там и так всем знаем, что от этого плохо. Видео сегодняшнее было посвящено тому, превратится ли доллар в фантик. Я думаю, что, во-первых, доллар никуда не денется, расчеты по-прежнему будут проводиться. Я не исключаю того, что в перспективе двух-трех лет появится какая-то альтернатива, какая я не знаю. Ответ на единственный вопрос в этом случае, что же делать, Максим? Я считаю, что в этом случае нужно по-прежнему покупать реальные активы. Да, у нас сейчас большие ограничения по поводу глобальных инвестиций, но, тем не менее, какие-то инструменты доступны. Иностранные площадки, какие-то индексные фонды, то есть непосредственно реальные активы, которые можно покупать. В том числе, кстати, в России покупать ничего в этом плохого я не вижу. Нужно смириться с тем фактом, что инфляция и в мире и в России, и в США, и в Европе она будет присутствовать. Потому что, помимо того, что она является негативным в целом для экономики, она может привести к удорожанию денег, но, с другой стороны, она позволяет обесценить долг, она позволяет богатым стать еще богаче. И в этом случае одна простая вещь. Нужно, конечно же, задумываться об увеличении активного дохода, и нужно иметь реальные активы. Ну, то есть, реальные активы, они никуда не денутся. Самым реальным активом я все-таки называю знанием. У меня же сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания. Удачи. Всего самого хорошего. Пока-пока.